Подмосковье следит за сейчас об изменениях, которые могут коснуться каждого автомобилиста из тех, что хотя бы раз выбирается в Подмосковье. Фиксировать там нарушение дорожных правил и рассылать штраф от имени ГИБДД скоро начнут камеры, установленные частной компанией. Тех, кто выступил с этой инициативой, не смущает массу странностей, начиная от проведенного со скандалом конкурса и заканчивая сомнительной репутацией компании-победителя. Станислав Григорьев провел расследование и выяснил, в чьем именно кошелек потекут деньги и миллионов автомобилистов. Именно так выглядит офис фирмы в Краснодаре, которая в скором времени вложит 5 миллиардов рублей в обустройство дорог Московской области, а затем запустит руку в карман почти что каждого жителя центра России. Вывески нет, да и похоже ее не думали вешать. Здесь не любят публичности? У меня место. А здесь, если не секрет, что? А это министр правительства Подмосковья, который отвечает за грандиозный проект, но до сих пор толком не знает, кто же его будет исполнять. А представителей этой компании вы хотя бы по именам знаете? Нет, пока еще нет, пока мы еще не вступали в такую рабочую плоскость. В Московской области придумали ноу-хау. Решили установить 1200 камер видеофиксации на трассах, но не за счет государства, а за счет частного инвестора. Он потом будет получать процент с каждого водителя лихача. Тендер провели с нарушениями. Выигравшая конкурс фирма предприятие из Краснодара с филиалом призраком в Москве и уже не однажды оскандалившаяся. Она там наворотила столько дел, что до сих пор эти расхлебывают последствия работы этой компании. Сейчас она выиграла конкурс в Московской области. Юг России сполна прочувствовал, что такое ГИБДДшные камеры, установленные не государством, а по концессии. Когда из базы правонарушений можно запросто стереть любой снимок, а одному водителю прислать два штрафа, выписанных в один и тот же час, но в разных концах региона. Вот эта женщина – одна из пострадавших. На телефон начали приходить мне смски по поводу штрафов. Сначала 1, 2, 3, до декабря месяца они просто сыпались по 10-15 штук в день. Сейчас все эти инциденты – предмет уголовного разбирательства. В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по факту наличия в действиях неустановленных должностных лиц Центра автоматизированной фиксации нарушений законодательства. Но для подмосковных чиновников все это не сигнал тревоги. Они обещают – новые камеры неизбежны, как стихийное бедствие. Не исключено, что именно под него краснодарская фирма создала в столице аффилированное предприятие. Вот, нам кажется, что мы его нашли. День будний, но на звонки в дверь никто не отвечает. А между тем это офис фирмы, которая претендует на 200 с лишним рублей из каждого штрафа, который мы в перспективе будем платить. Не знаю, как-то это несерьезно. На счастье, здесь висит подковка. Но правда оказалась еще более удивительной. И ее нам рассказал сам собственник этого помещения. Подразумевшись, что они подвалы. Вот там же регистрировано 147 фирм. И в интернете вы можете найти, что по этому адресу регистрирует, того, кого чешу, за три секунды платит только деньги. Вот официальные данные госреестра. Призрак будущего грандиозного бизнес-проекта в длинном списке фирм, как бы ютящихся в помещении размерами чуть побольше гаража. Главный собственник Александр Гусев. И он же владелец значительной доли в краснодарской компании, которая выиграла тендер. Запомните это лицо. Через годик-другой, когда камеры заработают на полную мощность, этот человек имеет все шансы стать мультимиллионером. Станислав Григорьев, Раиса Баксичева, Делярыша Фигулина, РЕН-ТВ.